С чего начинается театр? Наверное, с ожидания, а вернее, с приглашения. Ведь когда-то театр выходил на улицы и площади, вмешивался в самую гущу жизни. А сегодня он сам приглашает эту жизнь с улиц и площадей к себе под крышу. Спектакль «Бог ездит на велосипеде» повествует историю о молодых 14-летних школьниках. Афишек спектаклю пугают грозным словом – апокалипсис. Ведь речь идет о подростковом апокалипсисе. Первая любовь, одиночество, непонимание сверстников. Но есть ли что-нибудь более несовместимое, чем начинающаяся юность и пророчество о конце света? Основная тема спектакля – это подростки, которые спасают сами себя. Ни родители, ни сверстники им помочь не могут, и они сами справляются. Вот, об этом спектакле. Спектакль говорит языком подростков с подростками. Если с ними конфликтовать, с ними бороться, то, наоборот, будет еще только хуже. А у вас оптимистический финал? Ну, я надеюсь, что да. Пока до финала еще далеко. Еще только первый звонок для зрителей. А спектакль уже начался. Зрители сами участвуют в действии. Ведь это история. Про всех нас. Вот так начинается спектакль, о котором мы наверняка будем много спорить. Бог ездит на велосипеде. И что только в голове у этих авторов. Этот спектакль стал победителем конкурса режиссерских предложений «18 минус», который стартовал в театре в феврале прошлого года. Из 62 заявок на постановку спектакля для подростков отобрали именно эту работу. Пьеса Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной вошла в сборник новых талантливых драматургов, создающих образ российского театра для самой сложной и требовательной категории зрителей. Да, это о подростках, которые редко ходят в театр. Да и играть-то их очень трудно. Мало о них писали и мало их играли. Актриса Анастасия Юдина сетует. Она старше своей героини почти вдвое. Я сейчас не в характере. Я скажу, в другом характере. Мы так-то нам надо разговаривать. Она такая немножко с баломашная, да, девочка? Нет. Это мой биток. Нет. Она что? Я представитель, как сказать, золотой молодежи. Трудно играть 14-летнего подростка? Наверное, да. Да. Трудно. Если представить, что это возраст Джульетты, то все на своем месте? Нет. Два принципиально. Время разное. Абсолютно. Абсолютно принципиально. Я не Джульетта. Сегодняшние подростки и говорят-то на своем, все более непонятном языке. А то еще приклеивают себе ярлыки, неприменимые для нас. Тоже шлак. А, не, я из категории очипенцы, а ты, наверное, из категории сброд. Ну, в смысле, ты для шлака просто слишком симпатичный. Это все надо понять, считают создатели спектакля. И это все уже не фантазии, а реальность. Переломный возраст, перебесятся считало не одно поколение взрослых. Но каждый помнит, каким он был в этом возрасте и сколько вынес оттуда душевных царапин. Говорят, что сейчас подростки, с ними трудный контакт или что они какие-то такие вот совсем уж интернета зависимые. Да, зависимые. Я могу сказать, что дети сейчас, как и раньше, замечательные. Финал спектакля открытый. Справятся ли подростки со своими страхами и кошмарами, покажет время. Но выйдут они обязательно повзрослевшими. Иного не дано. Оптимистический это финал. Надеюсь, что да. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.